МОЁ ТВ В пятницу, 14 января, ровно в восемь часов вечера, гимназист восьмого класса Володя Базырев, сделался Дон Желан. И произошло это спокойно и вполне неожиданно. Впрочем, как и все великие события. Володя стоял перед зеркалом и маслил височные хохлы и рисовой помады. Он собирался к чипцову. Где-то рядом сидел его друг Колька Маслов и курил папиросу. Нет, не в себя, а из себя. Какая разница, кто к ним затягивается. Папиросы курильщикам, курильщик папиросы. Главное, чтобы было взаимное общение. И на масле виски, по всем законам современной эстетики, Володя спросил у Коли. А ведь не правда ли у меня сегодня довольно-таки загадочные глаза? И, прищурившись, добавил. Я же весь сущности Дон Жоа. Кто ты? Спросил Колька. Да, я. А это почему? Да потому что я сущности не люблю ни одной женщины. Я их гублю, а сам ищу свое истинное я. Колька сделал вид, будто это ему совершенно неинтересно. Но как будто маленькая пчела ужалила его в сердце. Он завидовал карьере приятеля. А в квартире у Чепцовых было много народу. Молодого и трагического. Ведь никто не боится так уронить свою честь, как гимназист. Ну или гимназистка последних классов. Тут вал Володя. Увидел Катеньку. И вот уже было, Володя направился к Катеньке, но он вовремя вспомнил, что он Дон Жоан. И остался стоять в стороне. А рядом с ним, рядом с ним была тарелка. Полная ветчины, боже, ветчина. Это же единственная и вечная Володина любовь. Она уже манила, она пленила и звала его к себе. И Володя уже наметил кусок по пяти дней. Он уже протянул руку. Но он вовремя вспомнил, что он Дон Жоан. Дон Жоан, уплетающий ветчину за обе щеки. Да разве я могу хотеть эту ветчину? Да разве я хочу ее? Нет, нет. Володя не хотел. Володя пил чай с лимоном. Который не мог постромиться, мол, Дон Жоан и Демаранья. А потом все играли фанты. Все кроме него. Володя стоял в стороне и загадочно улыбался. Тут запахло рябчиками. Кто-то сказал про мороженое. Но Дон Жоанам некогда ужинать. Дон Жоан и по ночам они губят женщин. Катенька подошла к нему снова. Володя, отчего вы не были у нас вчера? Вчера, понимаете, у меня было свидание с одной дамой. А если хотите, дожись двумя. Нет, я не хочу, сказала Катенька. Вы лучше приходите завтра, в три часа, на коту. Завтра, в три часа, на коту. Я не могу. У меня будет свидание с одной графиней. Тут Катенька посмотрела на него испуганными, но преданными глазами. Но Володя, Володя был Дон Жоан. Володя поклонился и вышел прочь. Без башмаков. А на следующий день его дома застал его друг. Колька Масло. Ты чего спишь? Вставай, мы же опоздаем с тобой на котов. Время три часа. Хе-хей. Но Володя ничего не ответил. Да ты подеревешь. Тут Володя подскочил мокрый, опуший, отъед и слез. Я не могу, понимаешь? Я не могу пойти на коток. Я Дон Жоан. Я должен губить Катеньку. Пусть Катенька мучается. Пусть Катенька страдает. Я не могу. О, Колька не утешал приятеля. Ведь если человек нашел свое истинное призвание, пускай жертвует ради него какими-то житейскими мелочами. Володя, терпи. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok